В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские Татарстана задержали двух закладчиков наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма различных видов наркотиков. В Управление наркоконтроля МВД по республике Татарстан поступила информация о том, что на территории Казани два местных жителя организовали сбыт наркотических средств через интернет. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности сбытчиков. Ими оказались жители Казани в возрасте 23 и 24 лет, ранее неосудимые, один занимался частным извозом. Полицейские установили, что роли между подельниками были четко распределены. Один отвечал за оптовые закладки, второй за розничные. Сбыт полностью происходил бесконтактным способом, все расчеты проводились посредством электронных платежных систем. 11 мая сотрудники УНК МВД по республике Татарстан задержали розничного закладчика. В ходе осмотра принадлежащей ему иномарки полицейские изъяли более 120 грамм гашиша и свыше 2 грамм марихуаны. В оборудованном им тайнике обнаружено еще порядка 25 грамм наркотических средств. Общий вес наркотиков составил 157 грамм. Также в числе изъятого сотовый телефон, банковские карты и другие предметы, которые он использовал при сбытии наркотиков. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УНК МВД по республике Татарстан во дворе своего дома был задержан его подельник – 24-летний оптовый закладчик наркотиков. В ходе личного досмотра у него изъято 0,3 грамма марихуаны. В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли большое количество различных видов наркотических средств, как растительного, так и синтетического происхождения. Свертки и упаковки молодой человек прятал в холодильнике и в ящиках шкафов среди вещей. Полицейские изъяли порядка 850 грамм наркотических средств. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организатора и остальных членов преступной группы.